Михаил Михайлович Жванецкий Михаил Михайлович Прочитал свои произведения с 60-х годов до дня сегодняшнего на вечерах, устроенных нами в Москве, а потом лично прокомментировал их на своей даче в Одессе. Это телевизионное собрание сочинений, многосерийный проект НТВ «Весь Жванецкий». Они мне сказали, ты, Федя, пропагандист, полтора часа говоришь и непонятно о чём. Кому непонятно? Вот я скажу вам, а вы мне скажите, понятно или нет. Я решил сказать, потому что я старше их, не по возрасту, а по годам. Конечно, да, конечно, надо выражаться так, чтобы тебя понимали, чтобы ты сам себя понимал, и чтобы все остальные не забывали о силе слова. Потому что слово – это сила, слово – это слово понимает каждый, но ему нужно объяснить. Речь пойдёт о слове, о силе слова. Это сила, о чём я ниже буду перечислять. Вы заглянули в цех, и вас бросило в жар от холода. Вас это устраивает? Да, не устраивает. Значит, воспитательная работа в кочегарке ведётся? Да, не ведётся. Там сменили руководство. Парень молодой, ему 24 года, он 53-го года рождения. Прошедшему тоже 24 года, но он 38-го года рождения. Конечно, да. Конечно, новая метла метёт проницательно, у неё свежий взгляд. Но в каждом деле нужно свой запивало. Ты запьёшь, другие подхватят, и уже всё пошло, покатился участок на первом месте. Но их никто не ругает, и они пару не дают. Вот пример приведу. В подшеркном колхозе двое наших пожинали чужие плоды, то есть грузили навоз. Ну что, погоди смеяться. Слушай, так они вместо этого послали председателя и лошадей матом на поля? А сами пошли на танц. Отставание воспитательной работы становится хроникальным. В конструкторском бюро на потолке обнаружены следы неизвестного животного. А мы не знаем, что это за животное и животное ли это вообще. Может, это потолок протекает. Нужно людей водить в музей и на примере первобытного человека показывать, насколько мы оторвались. Перехожу к спорту. Спортзал. Фундамент – да, стены – да, крыша – да, паровое отопление – нет, рамы – нет, стёкл – нет. Поехали в главк, вырвали рамы, выбили стёкла, оторвали отопление. Спортзал готов. Кто висит на турнике? Инструктор. Вбили два кольца в потолок. На них ни одного человека. Вот отсюда наша хилость, и мы будем хилять чем дальше, тем больше. Перехожу к самодеятельности. Вместо того, чтобы выпьем же, петь и танцевать на улице, иди на сцену, мы тебе аплодировать будем. Так нет, мы свой балалайочный оркестр передали с баланса на водолос родильному дому. У них будет самодеятельность? У нас нет. Устроили мне экзамен, собрали комиссию, я говорю, вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами. Нет, говорит Федя, меня Федей зовут. Нет, говорит Федя, мне 40 лет, всё, Федя, Федя. Нет, говорит Федя, ты, говорит Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Ну, сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты, Федя, говоришь долго, но непонятно о чём. Кому непонятно? Вам понятно? Вы же смеётесь, значит, всё понятно. Вот всё. Спасибо за внимание. Я не знаю, я рад, если вам действительно смешно, я очень рад. Это, конечно, после Райкина очень трудно восстановить, но всё-таки это первый источник. Дали этим женщинам два выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья, потянула она меня на выставку, вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сырый кофе. В Третьяковке хоть солянка была, а на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, тут же не отдохнёшь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прифатил на углу. Только разложился, газетку постелил. В актёрши прицепилась, в греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенснер раскалилась. Я ей так тихо возражаю, что ты орёшь, ты мышь белая. Ты здесь, скажи, я не дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селёдку? Какую селёдку? Ну, селёдку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, ещё простоит. А у меня выходной кончается. Поймёшь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон. Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему овоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от неё отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже три. А я ещё с продуктами и ни в одном глазу. А уже три на часа. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прифател. Вот умора, вот смех. Музей, нечем банку открыть. Хоть убейся. Куда я не лазил? Вот приспособился под конём. Железя какую-то оторвал. Так и ударил. Как заверещать. У меня аж банка выпала. Вахтёрша с указкой. В греческом зале. Ну, я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну, чё ты дребезжишь? Что я тебя трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну, хорошо, ребята меня поддержали. Вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну, я ей тихо совсем. Ну, совсем тихо. Слышишь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать. А вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку, пропихнул внутрь. Но настроение уже не то. Какой-то гробницы в одиночку. Когор в кромешной тьме в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну, хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил. Колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках. Но они все исчезли. Так, что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен. Хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. По чем же у них там сто грамм получается? А правда, что вот эти райкинские произведения вы сейчас расшифровывали просто с фонограмм? У вас нет текстов? Нет текстов. Я не мог сказать, Аркадий Сергеевич, я печатать не печатал. Я же приехал из провинции, приехал в Ленинград. У меня никакой машинки нету. Денег нету. Три рубля маманя в письме посылала. И я шел в кунсткамеру обедать, чтобы пешком. Значит, вот так я провел года три. Это вот столовая, которая вниз? Столовая в университете. Да, да, да. Академичка. Там было, там по 50 копеек можно было. Это находясь уже, сотрудничая с Райкиным. Значит, в этом я мог только писать крупным и хорошим почерком, чего у меня нет. Но я пытался написать, и я не говорил, Аркадий Сергеевич, отпечатайте мне. Я оставлял и уходил обратно. И вот эти вот рукописные тексты попропадали. И греческий зал, и дефицит. Все, 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 все. А сейчас, когда вы читали, собирались читать, вы думали о том, что надо уйти от райкинской интонации? Конечно. Когда слушали фонограмму, да? Конечно, да. У вас они тоже звучат райкинские произведения. Да, звучат райкинские. Я это сказал Райкин. Да. Я и хотел уйти от этого. И не то, что хотел уйти, я бессознательно, но все-таки пытался восстановить тот образ, который я писал. Райкин, конечно, ну что говорить, Райкин. Но все-таки образ ему подсказывал автор. Дурочку запустить. Билибердинск и Москва. Город Билибердинск такой. Река Билиберда там читает. Река Билибердинск. Московский начальник. Насосы из Билибердинска прибыли? Подчиненный. Нет еще. Немедленно телеграмму. Подчиненный сел, написал. Машинистка трах, телеграфистка трах. Слышно сопение Билибердинца, читающего депешу. Как выполняется наше распоряжение изготовлении насосов? Все сроки прошли. Телеграфируйте дату отгрузки. Билибердинский начальник. Когда отгрузим? Подчиненный, когда сделаем? Когда сделаем? Подчиненный, никогда не сделаем. У нас и без них. Давайте честно напишем и откажемся. Начальник, честно? За такой ответ нас сегодня же разгонят и никуда больше не возьмут. Подчиненный, давайте молчать. Тогда нас завтра разгонят и никуда больше не возьмут. Нам нужно выиграть время. Подчиненный, что же делать? Билибердинский начальник. Отвечать, писать, тянуть резину, загружать почту. За это время или завод реорганизует, или насосы отменят, или министерство ликвидирует. В переписке есть выражение запустить дурочку. Подчиненный, как, как? Пишем. Сели, написали. Москвит читает депешу. В ответ на вашу телеграмму за номером такого-то, такого-то, такого-то докладываем радостью. Ваше распоряжение выполнено. Колеса направлены на Урал. Сидоров представил правительственной награде. Ждем дальнейших распоряжений. Московский начальник. Обратный адрес Билибердинск? Они что-то перепутали. Запросите еще раз. Билибердинский читает запрос. В ответ на ваш номер от такого-то, такого-то сообщаем. Какие колеса, какой Сидоров? Вы нас не поняли. Немедленно телеграфируйте дату отгрузки насосов. Согласно нашего распоряжения. Срыв плана угрозы, нечем качать управление. Отвечайте. Ответ. Москвит читает. В ответ на ваш номер от такого-то сообщаем. Ваши телеграммы поняли, колеса вы не получили. Самолет колесами потерпел аварию горами Азербайджана. Сидоров катапультирован. Понижен должность и лишен наград. Колеса раскатаны местными жителями по аулам. Коллектив снова сел в трудовую вахту. Ждите сообщений. Московский начальник. Обратный адрес Билибердинск. Может, у них девчонка путает? Запросите в последний раз. Угрожайте. Депеша читает Билибердинский начальник. На ваш номер от такого-то сообщаем. Какие колеса? Мы не знаем никаких колес. Вы нас с кем-то путаете. Прекратите. Прекратите. План предприятий сорван. Нечем качать сточные воды. Отсутствие ваших насосов. Массовые простой. Текучка кадров. Молдируйте дату отгрузки. В противном случае гарантируем скандал. Подчиненный. Я отвечу. Москвист читает. На ваш номер от такого-то возмущением узнали отравление сточных вододеколоном. Массовый падеж рыбы бьет желудку рядового потребителя. Коллектив по-прежнему сидит в трудовой вахте. Сидоров под следствием. Дирекция. Портком-местком. Московский начальник одевается. Вы куда? Я еду в Билибердинск. Я узнаю, кто такой Сидоров. Я им устрою аварию горами Азербайджана. Спасибо за внимание. Идет, приходит. Москвич. Это Билибердинск? Билибердинск. Да. Москвич. Здравствуйте. Я из Москвы. Билибердинск. Не может быть. Боже, какой дорогой гость. Ах ты господи. У нас же не придано. Не прибрано. Ах ты господи. У нас же набросано. У нас же наплевано. Умоляю, зайдите еще раз. Москвич. Я по подсудному делу. Билибердинск. И умоляю. Москвич выходит. Все прихорашиваются. Он снова входит. Здравствуйте. Это Билибердинск? Да. Москвич, слушайте, вы серьезным делом занимаетесь или дурака валяете? Билибердинск серьезным делом. Москвич, мы вам направили письмо. Вот что вы ответили, читайте. Билибердинск прочел это безобразие. Москвич, это вопиющий случай. Билибердинск, кто подписал? Зайцев? Ух, сейчас я ему задам, при вас. Я от него камня на камне не оставлю. Ух, я ему дам. Сейчас вы увидите, все при вас. Ух, он у меня получит. Я уже весь вскипел. Я ему такое устрою. Входит подчиненный. Знакомьтесь, товарищ из Москвы. По поводу ваших проделок. Вы им писали, не отпирайтесь. Зайцев, что? Билибердинск, вот это письмо. Зайцев, да. Билибердинск, все, он признался. Как же это вы им пишете о колесах, когда они нас спрашивают о насосах? Зайцев, кто спрашивает о насосах? Москвич, мы. Зайцев, вы? Билибердинск, они. Где? Вот наше письмо. Ну? Как вы могли так ответить? Я не мог так ответить. Но это ваша подпись. Где? Вот, ну. И вообще, где вы были сегодня с 8 до 11? Кто? Вы. Что? Где вы были с 8 до 11? Вчера? Сегодня. Что значит, где я был? Ну вот где вы были? Что значит, где я был? Да, где вы были? Когда? Сегодня с 8 до 11? Не понял. Москвич, ну хорошо, товарищи. Нет, почему вас не было на рабочем месте? Зайцев, меня не было? Начальник, а что, меня не было? Зайцев, почему вас не было? Начальник, я спрашиваю, почему у вас не было? Почему у меня не было? Москвич, товарищи, я проехал тысячу километров. Начальник, минуточку. Подождите, вы знаете, что вас искали? Зайцев, знаю. Где же вы были? Зайцев, не понял. Ну где вы были? Что значит, где я был? Ну вот где вы были? Что значит, где я был? То и значит, где вы были. А где я мог быть? Все, хватит, я вас увольняю. Я оставляю вас без средств. Москвич, товарищи, секундочку, разберемся с письмами. Начальник, увольняю. Зайцев, хоть сейчас. Начальник, именно сейчас. Москвич, товарищи, подождите, разберемся с насосами. Товарищи, нет, нет, увольняю. Зайцев, хоть сию секунду. Начальник, именно сию секунду. Москвич, товарищи, я прошу вас, останьтесь. Ну, он побаловался. Ну, помиримся. Нет, никогда. Он самодур. Начальник, я самодур, а ты дурак. Почти не от такого слышу. Товарищи, братья, ради насосов. Пожмём друг другу руки. Нет, начальник, я тебя к чернилам не подпущу. Ты мне всё развалил, теперь я тебе всё развалю. Зайцы, вы мне? Ха-ха-ха-ха. Начальник, ха-ха-ха-ха. Москвич, ребята, товарищи, насосы. Ха-ха, он мне. А ну, тронь. Начальник, я трону. Зайцев, я хочу видеть. Начальник, и увидишь. Зайцев, я хочу видеть. Начальник, и увидишь. Москвич заплакал. Ну, вас всех. У меня младшенькая в школу пошла. Она уже все буквочки знает. Чё я буду тут? Мне домой надо. И, в общем, он исчезает. Зайцев, начальник, как говорит. Между прочим, с Урала прибыло письмо насчёт колёс. Я написал, что насосы на Урал мы уже выслали. Начальник, молодец. Москвич возвращается к себе. Его подчинённый спрашивает. Из министерства нас запрашивает. Когда установим новые насосы? Что отвечает? Москвич, напишите, что куры передокли и запустили новый телескоп. Это же было написано, когда... Ну, что объяснять? Ну, когда были очереди за водкой, когда была очередь за вином. Это были самые страшные, грязные и отвратительные очереди за спиртным. Ну, а это такой дефицит. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу? Всё идёт к тому, что всюду всё будет, изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам был огонь. Сейчас потух немного, хотя дым ещё идёт иногда. С изобилием не надо торопиться. Конечно, это райкин дело, но я по-своему. Почему? Ты идёшь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директор магазина, через товароведа достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает вкус специфический. Я тебя уважаю. В другой день я иду по улице, встречаю тебя. Я говорю, здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь ко мне через завсклада, через директор магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, речи решился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы с тобой уважаемые люди. В театре просмотры, премьера идёт. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Завскладом сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед. Всё городское начальство завсклад любит, завсклад ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. Представь себе, исчез дефицит. Как сегодня. Я пошёл в магазин, ты пошёл в магазин, мы его не любим, он тоже пошёл. Туфли есть – есть. Чёрные есть – есть. Лакированные есть – есть. Чёрный верх, белый низ – есть – есть. Белый верх, чёрный низ – есть. 42-й, самый ходовой – есть – есть. Слушай, никогда не было? Сейчас есть. Дамский лакированный бордо с пряжкой, с пуговицей – есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили, все ходим скучные, бледные, зеваем, завсклады идёт, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюём. Товаровед, обувного отдела, как простой инженер. Это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть всё будет, но пусть чего-то не хватает. Райкин был очень хорош в сценах. Вот то, где были хороши, в конфликте. В конфликте. Вот тут они вдвоём находились с актёрами, отталкиваясь от автора, что-то находили. А в монологах, в монологах ему нужно было всё писать. Это артист. Вот то, что сейчас происходит, сейчас масса артистов заговорили сами. Нельзя им давать разговаривать. Вот они заговорили, и когда Райкин заговаривал, надо было понимать, что это где-то было. Кто-то ему об этом рассказывал. Он где-то читал, как написал Мэм, любой артист великий, закроешь в комнате, там никого нет. Вот если его закроешь, его нет. Он весь соткан. Райкин, когда сидит с вами, разговаривает, вот со мной, он разговаривает, он играет артиста, разговаривающего с автором. Когда он садится в машину за руль, он играет великого артиста, сидящего за рулём автомобиля. Своей Волги. Да, за рулём своей чёрной, прекрасной Волги. Хотя у Рудаков Паша говорил, у него Волга не по-настоящему чёрная, по-настоящему чёрная у меня, он её перекрасил, говорил Паша. Тогда и это было, а, он говорит, а у меня заводской чёрный цвет. Тогда и эти детали играли огромную роль в престижии. Когда Райкин покупал себе букет сам и шёл к какому-то чиновнику говорить насчёт жилья моего там, вот, с букетом цветов, то в приёмной, конечно, все вставали. Райкин и глава великого артиста, входящего в кабинет чиновника. Все вскакивали. С огромным букетом появлялись человек. Как будто бы по дороге его встречали поклонники, закидали цветами. Да, и он, ну что ж теперь ему делать? И мужчина же с букетом, никто же не подумал, ну как он мог сам себе. Все сразу вскакивали, говорили, конечно, ну что вы, что вы, что Райкин у нас один, инвалидов тысячи, тут, как говорили, какой-то инвалид, инвалидов, и ещё будет очень много. А Райкин один. Ещё одна Райкинская. Берегите бюрократов. Товарищи мужчины, граждане и женщины, отнесёмся бережно к окружающей нас природе, к её разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Всё в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попроще сразу дадут. Только подойдёшь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть, по телефону будут договариваться, животы пойдут, общая вялость, дети малоподвижные, мужчины нерешительные, армия слабеет. Эй, а ну-ка давай, я к вам, отказать. Как? А так? Я к вам, я этот вопрос не решаю, я к вам. Это не по моей специальности, не в моей компетентности. С этим обождём, с этим береждём. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Лёгкость теле необыкновенная, пругость удивительная. Ножки напружинил и пошёл по кругу. Отказать, хорошо, подождать, хорошо, переждать, мирово. Мчишься по городу, крепкий, лёгкий, закалённый. И только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль, слабенькие отпадают. Гордые валяются, хрум-хрум. Косточки ихние тоненькие хрустят. А шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приёмной. Хлоп на пол, это у меня течёт. Вы мне, убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне, пошёл вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолётом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале и за дерево. Здрасте, это всё у меня течёт. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путём вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда. Кожа, как у миллиона. Челюсть своя и запасная. На животе автобиография, на богу справка о здоровье. В зубах прописка, в глазах видно место жительства. И плотным стройом пошёл, только ветер в ушах, только пыль по дороге, и жил массив в одну линию сливается. Отказать? Хорошо. Отложить? Хорошо. Переждать мирово. Табличкам не верим. Мест нет? Поищешь. В продаже нет? Найдёшь. Ни черта не страшно. Нам, закалённым, перчёным, проверенным, мужчины поджарые, женщины стройные. Население красивое. Не трогайте бюрократов. Большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание. Ну, терпимо. Спасибо за поддержку. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, вы всё-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте. Жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит. Ну, что говорить, вы только расстроитесь? Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. В общем, вся наша область вместе с нами у него... Ну, не буду говорить, где. Звоним человек пятьдесят с папками. Я прижался к окну. Они мимо идут. Я стою. Сердце восторгом переполняется. Я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошёл вперёд, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает. Я никого не знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, добрый день, здравствуйте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал, до свидания. Все стали поднимать шляпу и говорить мне, до свидания, всего доброго, будь здоровым, всего лучшего. А я стоял наверху окна и кричал, всего хорошего, дорогие товарищи. Всего лучшего, приходите ещё. И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь. Смотрите в следующей серии. Что в сегодняшней жизни исчезло? Блат. Вы представляете, вот блат исчез. Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чёртовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. На этом закончилось моё сотрудничество с Аркадем Александровичем. Я говорю, ну я готов, может, вернуться? Он говорит, и не об этом речь. А о чём? Вот я к чему это рассказал, не помню. Граждане воруют, страна богатей. В драке не выручат, в войне победят. Спасибо за внимание. Всё. Спасибо. Спасибо.